Друзья мои, всем огромный привет! Всем здравствуйте! Меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня будет шоппинг-влог, но не парфюмерный, а обычный. Дело в том, что вы мне часто делаете комплименты о том, как я хорошо выгляжу в своих видео, и я решила, что вместе с вами сходим и запишем шоппинг-влог. Я хочу сказать, что я не стилист, я не одежечный обозреватель, обозреватель новых коллекций, и я просто девушка, которая решила вас взять с собой в своем очередном походе по магазинам для себя, чтобы присмотреть себе, опять же, что-нибудь новенькое из одежды. Начнем мы с вами с магазина Endada Stories. Я, кстати, сегодня в Total Look Endada Stories. На мне джинсы, вот мои новейшие истории. Две недели назад их купила, и не вылажу из них вообще, абсолютно каждый день их ношу. Очень классная покупка, они такие укороченные, широкие, прямые, вот такой вот я Карлсон. Но мне правда очень нравятся, и они очень удобные, хорошие от джинса. И на мне вот такой вот красный свитер тоже Endada Stories. На мне кеды Michael Kors черные и сумочка, моя любимая фурла кожаная черная. Будем мерить сегодня с вами оттенки таких вот теплых, карамельных, коричневых. Цветов осенних мне очень нравится, такая цветовая гамма. Даже будут сегодня какие-то скидки, какие-то оценки. В общем, нагрянули мы с вами вовремя. Итак, первая вещь, которую я меряю, это вот такие прямые брюки бежевого цвета на высокой талии. Наверное, это высокая посадка, когда по пупок. Они, видите, не расклешенные, просто обычные прямые брюки. Они из очень такой вот, знаете, плотной ткани, похожей на вельвет, но это не вельвет по факту. В них будет не холодно. Вот видите, такая вот ткань, очень похожая на вельвет. Красивый такой молочный цвет. Не знаю, насколько в Москве это удобоваримая вообще одежда на осень. Бежевая, белая. Кстати, я в ботильонах тоже бежевых замшевых на таком низком каблучке остроносых. Ну, чтобы было интереснее мерить одежду, чтобы все подходило. Стоят они 5500 рублей, и вот все бы хорошо, если бы не то, что вот на попе, я не знаю, видно вам или нет, сзади просвечивается белье. На мне сегодня темное белье, и, судя по всему, оно очень сильно просвечивается. Я не знаю, если кого-то это не беспокоит, то окей, но меня, честно говоря, это смущает. Следующая вещица, это вот такой вот жилет. Сейчас очень модно носить жилеты. Я смотрю, что просто в каждом магазине лежат разные шоколадные, черные, любых оттенков и цветов, и фасонов жилеты. И шерстяные, и тоненькие, и всякие разные. Ну, в общем, вот такой вот шоколадный теплый жилет с высоким горлом. Я меряю на футболку, но это не очень выглядит, как мне кажется. Вот я решила ее немножко заправить. Так образ выглядит более гармонично, и мне кажется, даже не минуточка секси. Очень такая мягкая ткань, мягкая шерсть. Этот жилет сейчас на скидках, стоит он 2500, а стоил 5500. У меня размер XS, и, вы знаете, можно вполне носить его девушкам, которые и S, и M, потому что он вполне себе широкий и тянущийся. Дальше я взяла несколько вот таких вот свитеров, бежево-кремовых. Вот, чтобы выбрать один какой-нибудь. Вот этот, например, отличается от всех своими пуговицами нарядными. Широкая резиночка на талии и на запястьях. Маленькие кармашки. И, ну, здесь, конечно же, основной акцент это пуговицы. Такие золотые, кремовые. Очень акцентные, хотя вроде бежевые, да, спокойные. Интересная вязка, необычная. И вот так это все выглядит вместе с моими молочными брюками. На мне также размер XS. Я, наверное, буду все сегодня мерить XS, потому что, наконец-то, это магазин, где не все на свете оверсайз в размере XS. Следующий вот такой вот джемпер тоже необычный или свитер. Вот с таким вот кривым, косым, кособоким срезом. Интересный свитер. Остренькие воротнички здесь. Он не имеет какой-то особой яркой акцентной вязки. Просто вот такие вот обычные полусочки. Опять же, есть резиночки на запястьях, что мне очень, на самом деле, нравится, потому что рукава, даже если они широкие или длинные, очень красиво драпируются. Стоит такой свитер 5 990 рублей. Он тоже очень мягкий, хотя шерстяной, ничего не колется. Ну и следующий свитер. Ой, он такой милашистый. Просто посмотрите, что это помпоны, бубоны из шерсти. Все они такие большие, на самом деле, они очень такие акцентные. И когда вы ходите и двигаете рукой, они все шевелятся. Такой вот он милый, такой нежный, такой женственный. Очень интересная вязка на горловине. Резиночки на рукавах, на талии есть. И вот также разная вязка в виде широких и тоненьких косичек. Как вам этот свитер? Напишите, пожалуйста. Дело в том, что я бы его взяла бы, конечно же, потому что мне действительно такие вещи очень нравятся. Они вроде бы простые, но акцентные. Но есть в этой вещи одно большое но. Она вещь новая. Но дело в том, что когда ты смотришь на вот эти вот бубончики вблизи, посмотрите, они уже все в катышках. Хотя, да, вещь висит в магазине, она абсолютно новая. Вот я постаралась вам показать максимально близко. Вот, видите, все абсолютно бубончики, они в катышках. Что же будет дальше? Что же будет, если эту вещь постирать? В общем, я не люблю, когда вокруг вещи надо кружить с бубном. Там как-то на руках ее стирать и все такое. Цена этого свитера 10 990 рублей. Наверняка потому, что он действительно сложно выполнен. И он действительно акцентный, яркий и красивый. Следующая вещь, которая просто незаменима абсолютно в любом гардеробе любой девушки, это тренч. Классический бежевый тренч. Он 100% хлопковый. Он мне понравился своей длиной, своим цветом, своей формой и своим дизайном. Вот он просто классический в доску. Посмотрите. Я, кстати, не высокого роста. Я 1,63 метра и мне вот он практически по щиколотке. Мне это нравится. Немножко видны брюки из-под этого тренча. Но мне кажется, что даже при моем небольшом росте он не делает меня как-то еще меньше. Вот все бы хорошо, да, но дело в том, что вроде как вещь отутюженная, отпаренная. Но мне кажется, она какая-то волнистая. Вот все строчки, да, вот все швы, вроде бы все нормально, но они какие-то волнистые. Может быть, это не до конца хорошо отпарили, либо отгладили. Но мне кажется, дело не в этом. Поэтому стоит здесь об этом сказать, потому что вещь хорошая, но она вот по швам, видите, она какая-то волнистая. Меня это, честно говоря, смущает. Я завязала ремень. Вот так вот это дело все выглядит. Так образ получается более женственным и показывающим фигурку. Взяла в руки свою сумочку черную. Давайте посмотрим, как образ будет выглядеть в целом. Вот мне нравится такой стиль. Хотя вот мне уже 33 года, и я все еще, вы знаете, в поиске своего, ну так скажем, фирменного стиля не могу найти. Каждый год меня штормит. То я ухожу в более спортивный стиль, то в более какой-то классический, то покупаю костюмы, то потом покупаю какие-то шерстяные костюмы, то спортивный. В общем, это просто бесконечный какой-то круг, и я до сих пор не могу прийти к своему собственному стилю. Не хватает в моем гардеробе вот такой вот классической черной сатиновой юбки. Очень классная на самом деле вещь. В данном случае она мне не подходит, потому что она просто огромная, хотя я взяла размер самый маленький, 34-й. Сатиновая обычная классическая юбка, вот длинная. Длинная, ее очень здорово будет сочетать просто со всем. Но она мне большая, поэтому, конечно же, однозначно нет. Но, девочки, кто в поиске такой юбки, посмотрите, вот здесь в магазине в этом она имеется. Причем она есть в разных цветах, и в коричневых, и в бежевых, талповых, и черных. Рядом с примерочной стоял вот такой вот манекен, или как это называется, в общем, был представлен вот такой вот лук. Он мне, честно говоря, очень понравился. Мне кажется, это 100% в моем стиле. Я бы с удовольствием так носила. Это вот такое вот пальто, мини-юбка и белая такая красивая резная рубашка. Мне настолько понравилось, что, честно говоря, девочки, я решила этот образ померить. Может быть, это как-то странно выглядит для осенней погоды московской. Я согласна абсолютно с вами. Я не знаю, то есть я надеваю пальто теплое, шерстяное. Оно тяжелое, но прям реально теплое. И в тот же момент я надеваю вот такую вот мини-юбку, которая, ну прям, видите, прям супер экстра мини. Да, она как бы вельветовая, да, она вроде как якобы теплая, но ноги открыты. Юбка широкая, да, то есть она как бы трапециевидная. Под юбку все задувает. Объясните мне, пожалуйста, на какую погоду носить такой лук. Визуально мне очень нравится, мне кажется, это действительно очень мило и стильно. Как-то немножко, как будто бы ты студентка, девочка-студентка, сладкая конфетка. Но на какую погоду такое носить? Если бы я знала, я бы утащила бы этот лук бегом. Теряя тапки, бежала бы домой. Пальто стоит 12900 рублей. Оно мне тоже очень понравилось, потому что оно подходит под огромное количество образов и вещей в моем гардеробе. Даже вот сегодняшний лук, да, мои джинсы, кеды, черная сумка. Я просто надеваю пальто синее и выгляжу уже просто, как мне кажется, очень даже стильно. И нечитаемая здесь абсолютно дорогая эта вещь, дешевая эта вещь. Она просто очень хорошо выглядит без лейблов, без каких-то особых ярких акцентов. Классический, красивый, сдержанный, элегантный образ у меня получился. Мне, честно говоря, очень-очень понравился. Здесь я решила померить уже со своим красным свитером, в котором я сегодня, собственно, пришла в магазин. Хотела посмотреть, как будет выглядеть образ уже прям полноценно. Так как я бы спокойненько взяла бы и ушла домой. Вот, очень красивое сочетание красного и такого navy blue, да, navy, navy синего, такого морского синего цвета. Давайте покажу вам ботиночки, которые все это время были на мне. Это замша натуральная, 15 990 рублей. Мягкие, удобные, очень комфортные, несмотря на то, что здесь каблучок маленький. Ну, правда, правда, очень классные, удобные, нигде ничего не давят. Очень мягкие ботиночки. Давайте окинем взглядом магазин. Здесь, кстати, не только много одежды, хорошие, классные, стильные, современные, но также есть большое количество разнообразной обуви, которая вот прямо сейчас в тренде. А кроме того, что в тренде, здесь очень много базовых моделей. Посмотрите, даже видно это по цветам. Итак, я уже стою на кассе и хотела вам показать, что случилось с этим пальто замечательным после моих примерок. Мерила я его, как вы помните, и на футболку, и на свитер мой красный. И посмотрите, как много волосиков и вообще всякого хлама налипло на это пальто. Итак, мы с вами двигаемся в магазин Too Mood. Это магазин, я вообще его как-то раньше не видела, не замечала. В общем, как только переехали, у меня прям открытие за открытием. Магазин Too Mood. Это российские дизайнеры. Шьется одежда в Екатеринбурге, если я не ошибаюсь. Здесь также есть не только различная одежда, но также есть и обувь. Очень такие классические, классные, базовые ботильончики. Вот мне запали в душу. Также есть акцентный леопард. Вот мягкая обувь, кожаная, классическая, обувь на выход и повседневная. Вот такие вот интересные сапожки, у которых отстегивается верхняя часть. Мерить мы с вами будем сегодня вот такой вот синий классический жакет. Уж очень мне понравилось сочетание такого моносинего верха с моими синими джинсами. Надо будет мерить еще. Давайте будем мерить жакет. Он из такой вот ткани объемной. Синяя, как будто бы елочка. Да, посмотрите. Стоимость, кстати, жакета 18 980 рублей. Немало, соглашусь. Но когда я начала его мерить, я поняла, что качество просто крутое, просто люксовое. И также буду мерить за 9 980 рублей вот такой вот бадлончик. Вот так вот образ выглядит в целом. Как вам пишите? Что лучше? Вот то пальто, которое я мерила до этого синее, либо вот этот синий пиджак. Не прикопаться к качеству этого жакета. Как правильно девочки говорят? Жакета или пиджака? Напишите мне. Не прикопаешься. Вот просто вещь из премиум сегмента. Если уж не люкса точно. Вот такой вот бадлончик. Он, честно говоря, вот скукожился у меня, видите, на талии, потому что там пищалка находится. И не очень удобно мерить. Вот такой вот классический у меня образ получился немножко. Даже мужской где-то. Жакет мне по качеству очень сильно понравился. Но я его не возьму точно, потому что мне хочется, опять же, как я уже сказала, чего-то более насыщенно синего в этот образ, в этот комплект. Дальше я решила померить вот такой вот свитшот красивого серого, не превращающего тебя в мышь серого цвета. Есть резиночки на запястьях. Это вещь с начесом. Она очень мягкая, она очень комфортная. Она действительно согревающая. Это размер на мне, кстати, XS. И вот он, видите, какой большой. Он прям, знаете, с намеком на то, что можно и забеременеть, и как бы всю беременность в нем проходить. Сверху я решила надеть дутый бомбер винного, сочного, красивого цвета. Мне очень нравится вообще на самом деле бомбер. Здесь такой двойной горло и двойные вот такие манжеты интересные. Он утепленный, он дутый. Резиночка снизу тебя защищает от задувания ветром. Но дело в том, что он настолько дутый, что как бы сложно опустить руки. Они постоянно на каком-то весу, получается, как будто бы мешает тебе опустить полноценно руки. Это очень странное ощущение. Но оно за счет того, что эта куртка, этот бомбер, он как бы утепленный, дутый. Дальше я буду мерить очень легкое женственное платье на резиночке. Посмотрите, вот такая вот селяночка просто. Вот такой вот рустик. Абсолютно не по сезону такой вот лук. Но мне очень захотелось. Такое легкое летящее платье. Оно необычное. Посмотрите, здесь вот как-то ткань собрана какими-то запахами. Где-то меньше ткани, где-то больше, где-то напуск, где-то его нету. Короче, платье интересное. Действительно, какое-то дизайнерское что ли, какой-то необычный у него дизайн. Не просто все так. И сверху на мне обычно такой вот классический бабушкин свитер на пуговичках укороченный. Но рукава длинные. Видите, я их даже немножко закатала. Все вместе выглядит очень легко, как мне кажется. Мило и женственно. Также я нашла это же платье, только в более пудрово-розово-фиолетовом оттенке. И вот в магазине сочетают его вот с таким вот широким большим свитером. Немножко даже в дырочку. Очень мило выглядит. Небольшой обзорчик магазина у нас получился. А я ухожу с покупками.